Здравствуйте, Михаил! Посмотрев ваше видео по поводу конкурса, я решил рассказать о себе и как ваш канал, и вы в частности, изменили мою жизнь. Итак, меня зовут Костя, на данный момент мне 20 лет, и я живу в городе Винница, Украина. Живу с матерью, отца нет, он бросил маму, так что детство у меня было не очень сладкое и не очень богатое. Все приходилось делать самому, все проблемы решать самому, но по сути я сейчас даже и не жалею об этом. С более-менее сознательного возраста я понял, что хочу эмигрировать из Украины, но тогда еще не представлял, как это можно сделать, куда надо и что надо делать. Время шло. Я закончил колледж, поступил в университет заочно, сменил кучу работы. На одной из этих работ я увидел, как один парень, например, печатает какой-то текст на английском языке. Я решил спросить его, что это. Как позже я узнал, это были правила участия в лотерее Гринкарт. Также этот парень дал мне адрес форума «Говорим про ЮАС». Читая форум, я наткнулся на одного блогера на ютубе, который выиграл Гринкарту. Я начал смотреть этого блогера форума. Между его видео я начал замечать ваше и подписался на ваш канал. Смотрел новые и предыдущие видео. Стало очень интересно. И теперь я смотрю только ваш канал из американских блогеров. Я думаю, все поймут, по каким причинам. В этом году, в предыдущем году, я впервые подал заявку на участие в лотерее Гринкарт. 2 лотерее 2014. И, как думают многие, я думал, что вот я особенный, я обязательно выиграю. Я попросту сидел и ждал. Узнав результат лотерей, я разочаровался. Да еще и проблемы со здоровьем начались. В общем, было очень плохо. Но в один день после просмотра очередного видео и после слов, сказанных Михаилом, я понял, что мне никто не поможет, кроме меня самого. И что не стоит только надеяться на судьбу, на удачу. Нужно надеяться в первую очередь на себя. Ну, надо действовать, наконец. Решил, что если не через Гринкарту, то через рабочую визу хотя бы попробую. Синтересовалось тестирование. Я начал смотреть днями и ночами уроки по тестированию. Начал читать книги. В итоге прочел две книги. Спустя месяц я попробовал себя на Ютесте. Но ничего не получилось. Проектов было очень мало для Украины. Я решил, что не стоит сдаваться. Сделая разуме по вашим видео, я начал активно рассылать его. На следующий день начали звонить рекрутеры из компании и приглашать им в собеседование. Меня пригласили почти все компании в нашем городе. В общем, меня взяли на работу в достаточно известной компании, которая занимается играми. Я уже работаю 4 месяца, продолжаю учиться и понимаю, что все зависит только от меня. Я хочу, чтобы те, кто сейчас похожи к ситуации, в которой был я, поняли то, что понял я. И взяли свою судьбу в свои руки, забрав ее из рук обстоятельств и влияния других людей. Вот так. Может, моя история и не сногсшибательна, и не достойна награды. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вы помогли мне, находясь за многие тысячи километров от меня, когда я был в разочаровании. Спасибо вам, Михаил.